Всем привет! Сегодня я хочу для вас сделать обзор на палетку LORAC Mega Pro. Довольно часто вы видели ее в последнее время в моих макияжах, и многие из вас спрашивали, будет ли на нее обзор. Я хотела сделать обзор тогда, когда я ее уже действительно попользуюсь, попробую в разных макияжах, попробую в носке. И вот сейчас мне кажется, что я уже определилась с мнением об этой палетке, поэтому хочу с вами поделиться этим мнением. Если интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть. Что касается ее размера, то многие, когда ее получают, удивляются, что она меньше, чем изначально о себе представляется. Но выглядит она ровно как половина обычной, там, первой или второй палетки LORAC. Если их сложить вот так вот одну на другую, то получается как раз по размеру как две палетки. Что касается наполнения, то, опять же таки, цветов здесь ровно в два раза больше, чем в обычной стандартной палетке. Сама упаковка имеет такую как бы прорезиненную текстуру, что очень приятно, скажем так, на ощупь, но в то же время очень-очень сильно пачкается. И если, например, появляются пятна, то их потом практически невозможно ничем вымыть. Ни средствами для удаления макияжа, ни салфетками, ни, в общем-то, влажной тряпочкой, ни просто тряпочкой сухой. В общем-то, они не оттираются практически ничем. Что касается оттенков, то здесь по традиции первые два ряда полностью матовые и два нижние ряда это сатиновые, шиммерные и глиттерные оттенки. Палитра, как вы видите, вся очень нейтральная и подходящая для ежедневного макияжа. Один цвет, который бы я сказала, что действительно здесь такой вот вырви глаз, это один-единственный Malbury, это такой насыщенный бордовый оттенок, который, ну, скажем так, не для каждого макияжа можно применить. Что касается остальных, то абсолютно все оттенки очень применимы. Вот эта вот зона фантастически подходит для каких-то темных макияжев, вечерних, smokey eyes и так далее и тому подобное. Но в основном, в принципе, по моему мнению, палетка эта рассчитана на создание дневного макияжа, потому что большая часть оттенков, которые находятся здесь, они все же больше подходят для дневного макияжа, так как они очень такие нейтральные, очень невроские. И что тоже довольно хороший плюс, это то, что оттенки подойдут под любой цвет глаз. То есть тут есть оттенки, которые отлично будут смотреться на карьих глазах, будут отлично смотреться на голубых глазах, так как здесь много такого бронзового, золотого. И для зеленых глаз тоже, скажем так, тут довольно много оттенков. Самый главный вопрос, который всех интересовал, действительно ли качество теней такое же, как и в палетках Ларак. Как вы, наверное, знаете или, может быть, не знаете, вот эта палетка лимитная была. И на данный момент она уже везде распродана, ее можно купить только на ebay. И на ebay там уже цены, я смотрела, где-то от 80 долларов, 90, 100, ну в среднем около 100 где-то долларов за палетку. В общем-то это довольно дорого, потому что изначально они продавались по 59 долларов, а сейчас, естественно, цену там накручивают. И, кстати, тоже будьте очень внимательны, я заметила, что уже вышли подделки на эту палетку, то есть китайцы не спят. Они уже сделали подделки и продают в зависимости от своей наглости от 30 долларов. И я тоже видела за 60 долларов с бесплатной международной доставкой. Обращайте внимание на ebay происхождение палетки, то есть происхождение товара. Если написано Китай, China, то это 100% подделка. Если же там стоит USA, то, скорее всего, это оригинал. Но, опять-таки, нужно поговорить с продавцом, убедиться в том, что это оригинал. Если продавец утверждает, что оригинал, но в итоге вам придет подделка, то ebay вам вернет деньги. Ну, в общем-то, это такое лирическое вступление. Что касается качества. Качество действительно точно такое же у теней, как у обычной палетки Larac. Тоже все тени очень мягкие, все отлично тушуются. Ни с каким из этих оттенков у меня не было проблем именно в плане текстуры, в плане пигментации. Подбором оттенков я осталась очень довольна. Сейчас на камере кажется, что вот эта вот вся часть, она немножко похожа между собой, но все оттенки все-таки отличаются. Верхний ряд, это вот, по крайней мере, вот эти четыре оттенка, это более такие теплые, светлые оттенки матовые. Вот эти четыре, даже дальше, до конца этого ряда, это все холодные оттенки. Этим мне тоже очень нравится эта палетка, потому что я считаю, что если, например, вот вы хотите попробовать себя в роли визажиста, то имея вот такую палетку, вы, в принципе, имеете все, что вам нужно для салонного макияжа. Какие-то там сильно сложные макияжи для каких-то там фотосессий креативных, для чего-то такого, вы, конечно, с этой палеткой, может быть, не сделаете, потому что здесь недостаточно какой-то яркости, недостаточно каких-то цветов, но вот именно для салонного макияжа, когда вам нужно сделать какой-то легкий дневной макияж, или там вечерний какой-то классический макияж, или макияж на свадьбу, то эта палетка, я считаю, действительно идеальная. И давайте я сейчас перейду на макросъемку, скажем так, к этой палетке, для того, чтобы вы каждый оттенок посмотрели и посмотрели свотчи на него. И что касается оттенков, то вот первый ряд свотчиков, это вот этот ряд матовых оттенков. Первый крем – это очень-очень светлый матовый оттенок, хорошо высветляет века, например. Второй оттенок фон называется, и это оттенок вот действительно такой натуральный телесный, который очень сильно сливается с кожей и при этом отлично растушевывает любые темные тени. Дальше оттенок camel – это такой вот настоящий теплый верблюжий коричневый оттенок. Я очень сильно полюбила такие цвета в последнее время на себе, поэтому они сейчас тоже, кстати, очень сильно в моде, теплые оттенки на глазах, поэтому очень-очень мне нравятся для ежедневного макияжа. Чуть более темный, но тоже в такой же теплой гамме – это оттенок sepia. Тоже потрясающий оттенок для ежедневного макияжа. Вот так вот подчеркивает глаза, делает их более какими-то свежими, яркими. Тоже очень-очень мне нравится этот оттенок. Следующий оттенок dusty plum – это такой сливовый темный оттенок, немножко такой вот как грязная слива с примесью, наверное, какого-то фиолетового подтона. Тоже очень оригинальный и интересный цвет, не такой вот банальный какой-то коричневый, а вот с таким вот интересным поворотом. Следующий оттенок orchid – это классический такой, наверное, цвет орхидеи, очень холодный, с фиолетовым подтоном, тоже отлично подойдет на все веко, в каких-то сиреневых, например, макияжах, потрясающий просто. Оттенок mulberry – это темный бордовый оттенок, и, кстати, по качеству он мне тоже меньше всего из палетки нравится, он наиболее, наверное, сухой из всей палетки, поэтому этот оттенок мне как-то вообще никак. И оттенок, который также повторяется в первой Larac Pro – это оттенок эспрессо, потрясающий просто темный коричневый, который вот как масло просто по текстуре очень хорошо растушевывается, превращается в замечательную дымку, отличный просто. Кстати, оттенок cream тоже есть в первой палетке Larac Pro. Дальше давайте посмотрим на второй ряд. Первый оттенок white – это белый матовый оттенок, который действительно видно на коже, он не исчезает и не превращается в ничто, а вот именно выбеливает очень хорошо века, и вот именно вот такой интенсивности можно добиться и навеки. Следующий оттенок Haki – это такой вот, даже не знаю, как его правильно описать, это такой грязновато-серовато-коричневый, наверное, оттеночек, светлый, очень хорошо подходит для растушевки каких-то темных оттенков коричневых, и также сам по себе полноценно смотрится в ежедневном макияже. Следующий оттенок brown – это очень классический средний коричневый оттенок, отличное просто завершение между эспрессо и черным каким-то оттенком, вот такой промежуточный оттеночек. Следующий оттенок stone, и это очень холодный серо-коричневый цвет. Если вы любите наносить холодные оттенки в складку века, то вы просто влюбитесь в этот оттенок. Дальше оттенок lilac – это такой вот немножко грязно-лиловый оттенок, замечательно смотрится на подвижном веке, и в принципе также растушевывать какие-то светлые оттенки им тоже хорошо получается. Оттенок Visteria – мне очень нравятся вот такие оттенки, потому что они смотрятся интересно, но в то же время не банально, это не простой какой-то коричневый оттенок, а вот такой вот пыльно-сливовый опять-таки, немножко в фиолет он уходит, в общем-то очень-очень красивый цвет. Предпоследний матовый оттенок grey, классический серый с таким немножко голубым подтоном, он очень темным выглядит на глазу, я с ним уже делала макияж, если вы видели его, то помните такой темный смокий с зеленым центром таким по веку, то вот это я делала вот этим вот оттенком, и только немножко я его дополняла вот этим черным оттенком, он так и называется black, очень-очень-очень насыщенный угольно-черный оттенок теней, прекрасно растушевывается, но из-за того, что он настолько насыщенный черный, его я лично предпочитаю наносить акцентно, а вот именно для затемнения использовать что-то по типу grey или espresso, который я показывала вам до этого. Идем дальше по третьему ряду. Первый оттенок это оттенок opal, он кажется светлым, но в то же время он такой дуохром, с какой-то стороны кажется, что он белый, а с какой-то стороны кажется, что он золотой, очень интересный оттенок для ежедневного макияжа. Оттенок scent это классический оттенок шампанского, вот мне бы хотелось, чтобы оттенок champagne в палетке L'Oraq Pro был именно вот таким вот, но, к сожалению, он там намного хуже. Оттенок copper это тоже, опять-таки, классический медный оттенок, очень понравится обладательницам голубой глаз и карри глаз тоже. Следующий оттенок сиена, это что-то среднее между коричневым, бронзовым и вот что-то, да, где-то посерединке, отлично подходит для smokey eyes, в общем-то, замечательный тоже оттенок, и я бы не сказала, что он сильно какой-то перламутровый или шиммерный, он очень даже напоминает матовый оттенок, но с легкой такой вот вуалью сатина. Оттенок apricot, я на него возлагала очень большие надежды, потому что мне хотелось вот такой вот персиковый шиммерный оттенок, но, к сожалению, на моих глазах и с моим тоном лица он выглядит немножко как воспаленное веко, более такая краснотавная он проявляется, если у вас оливковый подтон кожи, то на вас будет смотреться очень хорошо. Оттенок blush это светло-розовые тени, замечательно смотрится в ежедневном макияже, и вот этот оттенок на мне выглядит вот так, как я бы хотела, чтобы выглядел вот этот, делает взгляд очень свежим и отдохнувшим. Оттенок merlot это насыщенный такой бордовый сатиновый оттенок, замечательный, просто по сравнению с вот этим mulberry просто супер, потому что текстура тени очень хорошая, мягкая, легко растушевывается, очень насыщенная, в отличие от этого mulberry. И оттенок indigo это черный с вкраплениями таких вот синих фиолетовых блесток, для того, чтобы блестки оставались у вас на веки, этот оттенок лучше наносить пальцем, если вы его наносите кистью, то с кисти блестки эти практически все будут осыпаться. И последний ряд шиммерных оттенков, первый это оттенок ванила, это очень фростовый белый оттенок, очень действительно он фростовый, вот такой вот прям холодный-холодный. Следующий оттенок cashmere, они очень похожи между собой, но cashmere он такой немножко более в бежевый оттенок, в оттенок шампанского уходит. Следующий оттенок smoky to pass, и это такой опять бронзовый, но уже более светлый бронзовый оттенок. Дальше идет dusty rose, опять-таки этот оттенок ближе к матовому, но совсем с легкой вуалью сатина. Я бы сказала, что это такой пыльно-розовый оттенок, очень-очень пыльно-розовый оттенок, тоже отлично смотрится в ежедневном макияже. Дальше уже более темные оттенки, это granite, это более темный бронзовый оттенок, и в нем есть немножко блесточек. Следующий оттенок maroon, это опять-таки бронзовый оттенок, но с примесью красного, в нем очень сильно заметен вот этот красный пигмент, и с ним немножко нужно быть осторожным, потому что вот этот цвет на все века, и в растушевке может сделать глаза уставшими и воспаленными. Дальше оттенок deep teal, который выглядит, как по мне, то он выглядит как обычный серый. В нем на веки особенно пропадает вот этот оттенок глубокого темно-сине-зеленого оттенка, и на веки он выглядит не очень интересно. И последний оттенок caviar, это опять-таки очень похожий на классический черный оттенок, в нем, в ячейке самой именно видно, что в нем есть немножко блесточек, но здесь я их не наблюдаю, и при переносе кистью на века тоже они пропадают. Также хочу отметить, что по своей текстуре тени очень мягкие, поэтому они могут отдаленно напоминать такую меловую текстуру, когда, если вы слишком сильно нажмете даже на эти тени, когда будете делать сфотч, или когда будете набирать их кистью, они могут даже немножко покрошиться. Но эта мягкость играет им на руку, когда вы начинаете их растушевывать. Если, к примеру, я сейчас вот возьму оттенок сепия, он очень хорошо переносится на кожу и делает потрясающий свотч, и в то же время вот эти меловые частички, они не осыпаются, они все равно держатся кучей, и при этом очень хорошо растушевываются, вот даже пальцем, когда их растушевываешь, эти тени, они очень хорошо растушевываются, а кистью, то вообще это работа одной минуты просто. Итак, там-да-да-дам, давайте подведем итоги. Что касается качества этой палетки, подборки оттенков, то, как я уже сказала, она очень качественная, очень хорошие оттенки здесь, и если вы начинающий визажист, то вот такого рода палетка, это 100% для вас. Если же вам нужна палетка для того, чтобы себе делать макияж, то проанализируйте, насколько вам нужны вот действительно такие растяжки оттенков, потому что они, конечно, отличаются все эти цвета между собой, но чтобы они отличались разительно, то я бы не сказала, поэтому если вам вполне подходит какой-то обычный там светлый коричневый и какой-то темный коричневый, и вам потом не нужна растяжка еще в 5 оттенков между этими двумя цветами, то, в принципе, я не вижу смысла вам прям гоняться за этой палеткой, потому что оттенки отличаются, но неразительно, как я уже сказала, и если вы хотите делать кардинально разные макияжи каждый раз, то, наверное, с этой палеткой вам это не получится сделать, и я вам очень рекомендую присмотреться к обычной Лорак, потому что она очень хорошо подобрана, вот действительно, эта палетка замечательная просто как для визажистов, так и для обычного использования, цветов здесь немного, и реально их как бы пользоваться всеми ими, и радоваться, в общем-то, этой палетке, тем более она не лимитная, ее можно в любой момент купить. Если же для вас действительно важно в одной палетке иметь как теплые оттенки, так и более холодные, там в розовой гамме, с фиолетовым подтоном, например, здесь есть сливовые оттенки, есть лиловый оттенок, тоже хороший для растушевки, есть коричневые разные, чуть-чуть более холодные, чуть-чуть более такой землянистый, чуть-чуть более хаки, ну, то есть такие вот нюансы, если вам как для себя лично, так и для работы вам такое нужно, то тогда советую обратить внимание на эту палетку, даже если учитывать ее сейчас сумасшедшую цену на eBay, вполне возможно, что она себя окупит, потому что оттенков здесь очень много, и если набирать, например, столько же оттенков там в других каких-то марках, то вполне возможно, что вам это обойдется даже дороже. Ну, вот какое-то такое мне мнение сложилось об этой палетке, я лично ей очень сильно довольна, я ни капли не жалею, что я ее приобрела для себя, и я уверена, она мне будет служить верой и правдой очень долго, если, конечно, мне бы хотелось здесь видеть, ну, хотя бы один-два каких-то ярких, насыщенных оттенков, например, такой вот насыщенный, может быть, сатиновый синий какой-то, вот такой вот морской волны, глубокий такой синий оттенок мне бы хотелось видеть, и что-то такого плана зеленого тоже хотелось бы. Как на мой личный взгляд, лучше бы, наверное, убрать вот такой вот насыщенный бордовый оттенок, потому что реально его применить, ну, довольно сложно, в общем-то, в каких-то макияжах, чтобы это выглядело красиво. И также, наверное, я бы отсюда убрала все-таки вот этот диптил, потому что он мне выглядит немножко грязно на глазу, и вот вместо этих двух оттенков я бы сюда поместила вот те, о которых я говорила. Ну вот, собственно, и все. Если у вас остались еще какие-то вопросы, конечно же, мне их задавайте. И сегодняшнее видео я хочу закончить конкурсом на карандаш от Sleek в шоколадном таком коричневом оттенке и на помаду от NYX. Это помада в оттенке Spartan Flamingo такая. Я выбирала ее как такую нежно-розовую, но она тут немножко с такими блестками. Если вам нравятся такие помады, то, конечно же, участвуйте в конкурсе. Все правила я оставлю внизу. Не забывайте тоже, что сейчас продолжается еще конкурс от Simplum, где можно выиграть потрясающую палетку теней от Stila, базу под теню от Zoeva и также помаду от Sleek. И все это будет помещено в красивую красную косметичку. В общем-то, да, участвуйте в конкурсах. Удачи вам и до встречи в новых видео. Пока!